Маханидана Сутта, Большая беседа о зависимом возникновении. ДН 15. Содержание. Расширенная схема зависимого возникновения. Воззрение О, Я. Рассуждение О, Я, в отношении чувствования. Место расположения сознания. Восемь освобождений. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Куру, где находился город Куру под названием Камасадхама. Там достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Сидя рядом, он обратился к Благословенному, удивительно, поразительно, учитель, насколько глубоким представляется и насколько глубоким является это зависимое возникновение. И все же мне оно кажется настолько ясным, насколько ясным оно может быть. Не говори так, Ананда. Не говори так, Ананда. Это зависимое возникновение, Ананда, представляется глубоким и является глубоким. Из-за непонимания и непостижения этой Дхаммы, Ананда, это поколение людей стало запутанным, словно моток пряжа, словно переплетенный клубок ниток, словно сплетенный тростник и камыш, и оно не выходит за пределы сансара с ее состояниями лишений, неблагими уделами, низшими мирами. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеют ли старение и смерть особые условия, то ему следовало бы ответить так, имеют. Если бы его спросили, и с каким условием имеют место старение и смерть, то ему бы следовало ответить так, с рождением как условием имеет место старение и смерть. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли рождение особые условия, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место рождение, то ему бы следовало ответить так «с существованием как условием имеет место рождение». Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли существование особые условия, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место существование, то ему бы следовало ответить так, с цеплянием как условием имеет место существование. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли цепляние особые условия, то ему следовало бы ответить так, имеет. Если бы его спросили, и с каким условием имеет место цепляние, то ему бы следовало ответить так, с жаждой как условием имеет место цепляние. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли жажда особое условий, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место жажда, то ему бы следовало ответить так, с чувством как условием имеет место жажда. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли чувство с обой условий, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место чувство, то ему бы следовало ответить так, с контактом как условием имеет место чувство. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли контакт особые условия, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место контакт, то ему бы следовало ответить так «с ментальностью и материи как условием имеет место контакт». Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли ментальность и материя особые условия, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место ментальности и материя, то ему бы следовало ответить так, с сознанием как условием имеет место ментальности и материя. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли сознание особые условия, то ему следовало бы ответить так, имеет. Если бы его спросили, и с каким условием имеет место сознание, то ему бы следовало ответить так, с ментальностью и материей как условием имеет место сознание. Так, Ананда, с ментальностью и материей как условием имеет место сознание, с сознанием как условием имеет место ментальность и материя, с ментальностью и материи как условием имеет место контакт, с контактом как условием имеет место чувство, с чувством как условием имеет место жажда, с жаждой как условием имеет место цепляние, с цеплянием как условием имеет место существование, с существованием как условием имеет место рождение, с рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой грудострадания. Старение и смерть. Было сказано, с рождением как условием имеет место старение и смерть. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида рождения где бы то ни было, то есть, не было бы рождений богов в состоянии богов, небожителей в состоянии небожителей, духов в состоянии духов, демонов в состоянии демонов, людей в состоянии людей, четвероногих, крылатых существ, рептилиевых соответствующие состояния. Если бы не было рождение у существ, какое бы то ни было состояние, то тогда с полным отсутствием рождения, с прекращением рождения, можно было бы увидеть смерть. Разумеется, нет, учитель. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием старения и смерти, то есть, рождении. Рождении. Было сказано, с существованием как условием имеет место рождение. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида существования где бы то ни было, то есть, не было бы существования в мире чувств, существования в мире форм, существования в мире без форм, то тогда с полным отсутствием существования, с полным прекращением существования, можно было бы увидеть рождение. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием рождения, то есть, существованием. Существованием. было сказано, с цеплянием как условием имеет место существование. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида цепляния где бы то ни было, то есть, не было бы цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине «Я», то тогда с полным отсутствием цепляния, с полным прекращением цепляния, можно было бы увидеть существование? Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием существования, то есть, цеплянии. Цеплянии. Было сказано, с жаждой как условием имеет место цеплянии. Почему это так, ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида жажды где бы то ни было, то есть, не было бы жажды к видимым формам, жажды к звукам, жажды к запахам, жажды к вкусам, жажды к осязаемому, жажды к ментальным объектам, то тогда с полным отсутствием жажды, с полным прекращением жажды, можно было бы увидеть цеплянии. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием цеплянии, то есть, жажда. Жажда. Было сказано, с чувством как условием имеет место жажда. Почему это так, ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида чувства где бы то ни было, то есть, не было бы чувства, рожденного контактом глаза, уха, носа, языка, тела, рожденного контактом ума, то тогда с полным отсутствием чувства, с полным прекращением чувства, можно было бы увидеть жажду. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием жажды, то есть, чувства. Неблагие феномены. Так, ананда, зависят чувства, имеет место жажда. Зависят жажды, имеет место поиск. Зависят поиска, имеет место обретение. Зависят обретение, имеет место принятие решения. Зависят принятие решения, имеет место желание и страсть. Зависят желание и страсти, имеет место привязанность. Зависят привязанности, имеет место собственничество. Зависят собственничество, имеет место скупость. Зависят скупости, имеет место охранение. Из-за охранения возникают различные плохие и неблагие феномены, взятие дубин и оружие, конфликты, ссоры, диспуты, оскорбительная речь, клевета, ложь. Было сказано, из-за охранения возникают различные плохие и неблагие феномены. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида охранения где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием охранения, с полным прекращением охранения, возникли бы эти различные плохие и неблагие феномены? Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием этих различных плохих и неблагих феноменов, то есть, охранение. Скупость. Было сказано, зависит от скупости, имеет место охранение. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида скупости где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием скупости, с полным прекращением скупости, можно было бы увидеть охранение? Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием охранения, то есть, скупость. Собственничество. Было сказано, зависит от субственничества, имеет место скупость. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида субственничества где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием субственничества, с полным прекращением субственничества, собственничество, можно было бы увидеть скупость. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием скупости, то есть, собственничество. Привязанность. Было сказано, зависеть от привязанности, имеет место собственничество. Почему это так, ананда? Следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида привязанности где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием привязанности, с полным прекращением привязанности, можно было бы увидеть собственничество. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием собственничества, то есть, привязанность. Желание и страсть. Было сказано, завися от желания и страсти, имеет место привязанность. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида желания и страсти где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием желания и страсти, с полным прекращением желания и страсти, можно было бы увидеть привязанность. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием привязанности, то есть, желание и страсть. Принятие решений. Было сказано, завися от принятия решений, имеет место желание и страсть. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида принятия решений где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием принятия решений, с полным прекращением принятия решений, можно было бы увидеть желание и страсть. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием желания и страсти, то есть, принятие решений. Обретение. Было сказано, зависит от обретения, имеет место принятие решений. Почему это так, ананда? Следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида обретения где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием обретения, с полным прекращением обретения, можно было бы увидеть принятие решений. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием принятия решений, то есть, обретении. Поиск. Было сказано, зависит от поиска, имеет место обретение. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида поиска где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием поиска, с полным прекращением поиска, можно было бы увидеть обретение. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием обретения, то есть, поиск. Чувство. Было сказано, с контактом как условием имеет место чувство. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида контакта где бы то ни было, то есть, не было бы контакта глаза, уха, носа, языка, тела, контакта ума, то тогда с полным отсутствием контакта, с полным прекращением контакта, можно было бы увидеть чувство. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием чувства, то есть, контакт. Контакт. Было сказано, с ментальностью и материей как условием имеет место контакт. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы целиком и полностью отсутствовали те качества, характерные черты, знаки, обозначения, посредством которых имеет место описание ментального тела, можно было бы увидеть в материальном теле контакт столкновения, если бы целиком и полностью отсутствовали те качества, характерные черты, знаки, обозначения, посредством которых имеет место описание ментального тела и материального тела, можно было бы увидеть либо контакт отмечания, либо контакт столкновения. Если бы целиком и полностью отсутствовали те качества, характерные черты, знаки, обозначения, посредством которых имеет место описание ментальности и материи, можно было бы увидеть контакт. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием контакта, то есть, ментальность и материя. Ментальность и материя. Было сказано, с сознанием как условие имеет место ментальность и материальность. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы сознание не нисходило в утробу матери, сформировалось бы в утробе ментальность и материальность? Если после нисхождения в утробу сознание покинуло бы ее, смогла бы ментальность и материальность породиться в это нынешнее состояние существования? Если сознание маленького мальчика или девочки было бы отрезано, смогла бы ментальность и материальность вырасти, развиться, достичь зрелости? Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием ментальности и материальности, то есть, сознании. Сознании Было сказано «С ментальностью и материальностью как условия имеет место сознание». Почему это так, ананда, следует понимать вот каким образом, если бы сознание не обретало опоры в ментальности и материальности, можно было бы увидеть происхождение всей этой груды страдания, будущее рождения, старение, смерть. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условиям сознания, то есть, ментальность и материальность. До этой степени, Ананда, кто-либо может родиться, состариться и умереть, скончаться и переродиться. До этой степени имеется путь к обозначению. До этой степени имеется путь для языка. До этой степени имеется путь для описания. До этой степени имеется сфера для мудрости. До этой степени вращается круговерк для описания этого состояния существования, то есть, когда наличествует ментальность и материальность вместе с сознанием. Обозначение – Я. И какими способами, Ананда, обозначающий, я, обозначает его, обозначая, я, как ограниченное и имеющее материальную форму, он обозначает его так, мое, я, имеет материальную форму и ограничено. Или, обозначая, я, как безграничное и имеющее материальную форму, он обозначает его так, мое, я, имеет материальную форму и безграничено. Или, обозначая, я, как бесформенное и ограниченное, он обозначает его так, мое, я, бесформенное и ограничено. Или, обозначая, я, как бесформенное и безграничное, он обозначает его так, мое, я, бесформенное и безграничено. В этом отношении, Ананда, обозначающий «я», как имеющий материальную форму и ограниченный, либо обозначает такое «я», как существующий только в настоящем, либо он обозначает такое «я», как существующий где-то в будущем, либо он думает «то, что пока не таково, я преобразую в такое состояние существования». Поскольку это так, то к месту будет сказать, что в основе этого лежит утвержденное воззрение «я», как имеющий материальную форму и ограниченным, обозначающий «я», как имеющий материальную форму и безграничный, либо обозначает такое «я», как существующий только в настоящем, либо он обозначает такое «я», как существующий где-то в будущем, либо он думает «то, что пока не таково, я преобразую в такое состояние существования». Поскольку это так, то к месту будет сказать, что в основе этого лежит утвержденное воззрение «Я», как имеющим материальную форму и безграниченном. Обозначающий «Я», как бесформенное и ограниченное, либо обозначает такое «Я», как существующий только в настоящем, либо он обозначает такое «Я», как существующий где-то в будущем, либо он думает «То, что пока не таково, я преобразую в такое состояние существования». Поскольку это так, то к месту будет сказать, что в основе этого лежит утвержденное воззрение «Я», как бесформенное и ограниченное. Обозначающий «Я», как бесформенное и безграничное, либо обозначает такое «Я», как существующий только в настоящем, либо он обозначает такое «Я», как существующий где-то в будущем, либо он думает «То, что пока не таково, я преобразую в такое состояние существования». Поскольку это так, то к месту будет сказать, что в основе этого лежит утвержденное воззрение «я», как бесформенным и безграничным. Вот какими способами, Ананда, обозначающий «я», обозначает его. Не обозначение «я». И какими способами, Ананда, не обозначающий «я», не обозначает его? Не обознача «я», как имеющая материальную форму и ограниченная, он не обозначает его так, мое «я», имеет материальную форму и ограниченно. Или, не обозначая, я, как имеющее материальную форму и безграничное, он не обозначает его так, мое, я, имеет материальную форму и безграничное. Или, не обозначая, я, как бесформенное и ограниченное, он не обозначает его так, мое, я, бесформенное и ограниченное. Или, не обозначая, я, как бесформенное и безграничное, он не обозначает его так, мое, я, бесформенное и безграничное. В этом отношении, Ананда, не обозначающий «я», как имеющий материальную форму и ограниченный, не обозначает такое «я», как существующий только в настоящем, и он не обозначает такое «я», как существующий где-то в будущем, и он не думает, то, что пока не таково, я преобразую в такое состояние существования. Поскольку это так, то к месту будет сказать, что в основе этого не лежит утвержденное его зрение «я», как об имеющем материальную форму и ограниченном. обозначающий «я», как имеющий материальную форму и безграничный, не обозначает такое «я». К месту будет сказать, что в основе этого не лежит утвержденное воззрение «я», как об имеющем материальную форму и безграничным. Не обозначающий «я», как бесформенное и ограниченное, не обозначает такое «я». К месту будет сказать, что в основе этого не лежит утвержденное воззрение «я», как о бесформенном и ограниченном. Не обозначающий «я», как бесформенное и безграничны, не обозначает такое «Я». К месту будет сказать, что в основе этого не лежит утвержденное воззрение «Я», как о бесформенном и безграничном. Вот какими способами, Ананда, не обозначающий «Я», не обозначает его рассуждение о «Я» и чувстве. И какими способами, Ананда, рассуждающий о «Я», рассуждает о нем? Рассуждающий о «Я», либо рассуждает, что «Я» является чувством, говоря, «Я», чувство – это мое «Я». Либо он рассуждает, чувство – не мое «Я», но мое «Я» находится вне опыта чувства. Либо он рассуждает, чувство – не мое «Я», но мое «Я» не без опыта чувства. Мое «Я» чувствует, ведь мое «Я» подвержено чувствованию. В этом отношении, Ананда, того, кто говорит, чувство – это мое «Я», следует спросить, друг, есть эти три вида чувств – приятное чувства, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Какое из этих трех видов чувств ты считаешь своим, Я? Ананда, в случае, когда кто-либо испытывает приятное чувство, он в этот же самый момент не испытывает болезненного чувства или неприятного и неболезненного чувства. В этом случае он испытывает только приятное чувство. В случае, когда кто-либо испытывает болезненное чувство, он в этот же самый момент не испытывает приятного чувства или неприятного и неболезненного чувства. В этом случае он испытывает только болезненное чувство. В случае, когда кто-либо испытывает неприятное и неболезненное чувство, он в этот же самый момент не испытывает приятного чувства или болезненного чувства. В этом случае он испытывает только неприятное и неболезненное чувство. Ананда, приятное чувство непостоянно, обусловлено, возникло зависимо, подвержено уничтожению, распаду, угасанию, прекращению. Болезненное чувство непостоянно, обусловлено, возникло зависимо, подвержено уничтожению, распаду, угасанию, прекращению. Неприятное и неболезненное чувство непостоянно, обусловлено, возникло зависимо, подвержено уничтожению, распаду, угасанию, прекращению. Когда кто-либо испытывает приятное чувство, он думает, это мое «я». Тогда, с прекращением приятного чувства он думает, мое «я» исчезло. Когда кто-либо испытывает болезненное чувство, он думает, это мое «я». Тогда, с прекращением болезненного чувства он думает, мое «я» исчезла. Когда кто-либо испытывает неприятное и неболезненное чувство, он думает, это мое «я». Тогда, с прекращением неприятного и неболезненного чувства он думает, мое «я» исчезла. Поэтому тот, кто говорит, чувство, это мое «я», считает своим «я» нечто такое, что даже здесь и сейчас является непостоянным, смесью удовольствия и боли, подверженную возникновению угасанию. Таким образом, Ананда, из-за этого не подобает рассуждать так, чувство, это мое, я. Ананда, того, кто говорит, чувство, это не мое, я, но мое, я, находится вне опыта чувства, следует спросить, друг, когда нет вообще ничего чувствуемого, может ли при этом возникнуть идея, я, есть? Таким образом, Ананда, из-за этого не подобает рассуждать так, чувство, это не мое, я, но мое, я, находится вне опыта чувства. Ананда, того, кто говорит, чувство, не мое, я, но мое, я, не без опыта чувства. Мое, я, чувствует, ведь мое, я, подвержено чувствованию, следует спросить, друг, если бы чувство прекратилось полностью всецело без всякого остатка, то тогда, с полным отсутствием чувства, с прекращением чувства, может ли при этом возникнуть идея, я, есть? Таким образом, Ананда, из-за этого не подобает рассуждать так, чувство, не мое, я, но мое, я, не без опыта чувства. Мое, я, чувствует, ведь мое, я, подвержено чувствованию. Ананда, когда монах не считает чувства своим, я, не считает, я, лежащим вне опыта чувства, и не считает, мое, я, чувствует, ведь мое, я, подвержено чувствованию, то тогда, не имея таких рассуждений, он не цепляется ни за что в мире. Не цепляясь, он не взволнован. Не будучи взволнованным, он лично достигает ниббаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать. Не будет боли и возвращения в это состояние существования. Ананда, если кто-либо скажет о монахе, чей ум был таким образом освобожден, что он придерживается воззрения, Татхагата существует после смерти, то это будет неправильно. Или, что он придерживается воззрения, Татхагата не существует после смерти. Татхагата и существует, и не существует после смерти. Татхагата не существует, и не существует после смерти, то это будет неправильно. И почему? Потому что этот монах освобожден прямым знанием этого, области обозначения, области пути к обозначению, области языка, области пути к языку, области описания, области пути к описанию, области мудрости, области сферы мудрости, области круговерти, области вращения круговерти. Сказать о монахе, который освобожден прямым знанием этого, что он придерживается такого воззрения, он не знает, он не видит, это будет неправильно. Семь места расположения сознания. Ананда, есть эти семь места расположения сознания и две сферы Какие семь? Один, есть, Ананда, существа, которые различны в теле и различны в восприятии, такие как люди, некоторые дэвы, некоторые в нижних мирах Таково первое место расположения для сознания Два, есть существа, которые различны в теле, но одинаковы в восприятии такие как дэвы свиты брахмы, которые перерождаются посредством первой джханы Таково второе место расположения для сознания 3. Есть существа, которые одинаковы в теле, но различны в восприятии, такие как дэвы лучезарного сияния. Таково третье место расположений для сознания. 4. Есть существа, которые одинаковы в теле и одинаковы в восприятии, такие как дэвы сверкающего великолепия. Таково четвертое место расположений для сознания. 5. Есть существа, которые с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятия столкновения, вызываемых органами чувств, с невниманием к восприятиям множественности, осознавая, пространство безгранично, относятся к сфере безграничного пространства. Таково пятое место расположений для сознания. 6. Есть существа, которые с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, относятся к сфере безграничного сознания. Таково шестое место расположений для сознания. 7. Есть существа, которые с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, относятся к сфере отсутствия всего. Таково седьмое место расположения для сознания. Сфера невоспринимающих существ, второе, сфера невосприятия, не невосприятия, таковы две сферы. В этом отношении, Ананда, если кто-либо понимает первое место расположения сознания, то есть, существ, которые различны в теле и различны в восприятии, если он понимает его происхождение, прекращение, привлекательность, опасность, и спасение от него, то будет ли подобающе для него искать в этом наслаждение? Если кто-либо понимает оставшееся место расположения сознания, сферу невоспринимающих существ, сферу невосприятия, не невосприятия, если он понимает его происхождение, прекращение, привлекательность, опасность, и спасение от него, то будет ли подобающе для него искать в этом наслаждение? Ананда, когда монах, поняв в соответствии с действительностью происхождение, прекращение, привлекательность, опасность, и спасение в отношении этих семи места расположения сознания и двух сфер, освободился посредством нецепляния, то он зовется монахом, освобожденным мудростью. Ананда, есть эти восемь освобождений. Какие восемь? Один, вот практикующий, обладая формой, видит формы. Таково первое освобождение. Два, вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешние. Таково второе освобождение. Три, вот практикующий настроен только на идею красивого. Таково третье освобождение. Четыре, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятия столкновения, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, практикующий входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Таково четвертое освобождение 5. С полным преодолением сферы безграничного пространства, осознавая, что сознание безгранична, практикующий входит и пребывает в сфере безграничного сознания Таково пятое освобождение 6. С полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая, что здесь ничего нет, практикующий входит и пребывает в сфере отсутствия всего Таково шестое освобождение 7. С полным преодолением сферы отсутствия всего, практикующий входит и пребывает в сфере невосприятия, неневосприятия. Таково седьмое освобождение. 8. С полным преодолением сферы невосприятия, неневосприятия, практикующий входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Таково восьмое освобождение. 9. Ананда. И, Ананда, нет другого освобождения обоими путями, которое было бы выше и превосходнее, нежели это. Так сказал благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и возрадовался словам благословенного.